В Гачине прошел открытый кубок Ленинградской области по флорболу. За победу боролись 8 команд, причем не только из нашего региона, но и из Санкт-Петербурга. Как прошли соревнования и кто стал обладателем высоких наград в материале наших корреспондентов. Вместо скользкого льда, устойчивый пол взамен шайбы, мяч, флорбол только на первый взгляд похож на хоккей. Этот вид спорта тоже контактный, но применять грубую силу в нем категорически запрещено. Играть на равных могут люди разных возрастов, мужчины и женщины. Женских команд мало, играть-то хочется, поэтому приходится играть. Причем мы ездим на соревнования в Финляндию, в Литву, ближайшие соседям в Эстонию. Там девочки тоже такие очень сильные, поэтому нам только плюс, что мы бегаем с мальчиками, они заставляют быстро бегать, мы качаемся в физику, только полезно. Набрать отдельно женские команды организаторы соревнований не смогли. Пока в России флорбол не так популярен, как за рубежом. При этом Ленинградская область была и остается одним из пяти регионов нашей страны, где этот вид спорта развивается наиболее интенсивно. Если для любителей прошедшее соревнование – приятное времяпрепровождение, для профессионалов очередная тренировка. Роман Дружининский занимается флорболом почти 20 лет. Сейчас является игроком команды «Арены» и членом сборной России. Он единственный, кто представляет в ней Ленинградскую область. Я сам родом с Архангельска и играл там много лет за помор. Так что там, как сказать, первые места, можно сказать, постоянно были. Вот приехали сюда, чтобы, может быть, когда-нибудь Ленинградской области заняла тоже первое место в России. Пока же на лаврах почивает команда «Койот» из Санкт-Петербурга. Именно она стала победителем Кубка Ленинградской области по флорболу. Второе место заняли гачинские спортсмены «Оксдог». А бронзовыми призерами была признана петербургская команда «Микс».